Баян, у нас в гостях были депутаты, артисты, писатели, но еще в нашей скай-студии не было олимпийских чемпионов. Да, в нашей скай-студии еще не было олимпийских чемпионов, тем более с депутатским моментатом, плюс с погонами и еще динаром, актерским опытом. То есть многосторонняя, разносторонняя личность у нас в гостях. Добрый вечер, вы смотрите Скай-студию, с вами вновь Баяна Есентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость, депутат мажориста парламента, олимпийский чемпион Ольга Шишегина. Здравствуйте, Оля. Вы ходите как настоящая модель. Вы, естественно, как подиумная женщина. Можно вас поцеловать? Добрый вечер. Добрый вечер. Присаживайся. Ольга, вы с парламента сейчас? Нет, я с домом. В парламенте в таком стиле мы, конечно, не ходим. Почему? Не позволяет. Ольга, вот вы депутат, да? А почему бы не привнести в парламент не вот эту серую скучную одежду, а вот сделать такую небольшую женскую революцию в парламенте? Ну почему бы не прийти в такой же одежде? Нет, ну не то чтобы в такой, но как-то вот, скажем так, оживить нашу политику, скажем так, внешним видом. Ну довольно-таки я все-таки там оживляю, потому что я прихожу в стречевых платьях. В облегающих. Ну да, то есть довольно-таки средняя длина. Женщины как реагируют, когда вы приходите в облегающих платьях? Хорошо реагируют, потому что говорят, какая такая фигура, ну в принципе можно ходить. Мужчинам нравится? Мужчинам, конечно, нравится. Вообще вот интересно, в Госдуме, да, в российской, вообще очень много интересных ярких личностей, да? Алина Кабаева чего только стоит, да, Иосиф Кобзон, то есть такие селибрити из спорта, из там шоу-бизнеса. У нас в парламенте все, вот как нам говорил Румин Ризович Мадинов, да, что у нас работают профессионалы. Но вы, тем не менее, вы олимпийская чемпионка, вот вы такая, вот вы женщина вам, вы единственная такая там? Ну из области спорта, да, я единственная. Вот не только из области спорта, вы же еще и известная? Вот известных людей же не так много в парламенте. Да, мама. То есть это вам помогает, вы этим пользуетесь? При решении какого-то вопроса? Вы знаете, особо это не помогает при решении какого-то вопроса, потому что правительство решает у него своя точка зрения, мы отстаиваем нашу точку зрения, где иногда мы не совпадаем. Поэтому тяжело так спорить. Вы спортсменка прежде всего, ваша жизнь, она была такая яркая, такая спортивная, все время перелеты, все время какое-то общение, новые страны. И тут вы абсолютно с одной планеты перелетаете в другую планету. Каково ваше внутреннее состояние было на тот момент, когда вы переехали с одной планеты на другую? Да, это два разных континента, но они, знаете, где-то друг с другом пересекаются схожи. То есть та же дисциплина, того же нехватка времени, вот эта занятость, опять-таки же цели задачи. То есть где-то они по духу близко друг с другом. То есть вам там не скучно? Вот мы просто все время задаем один и тот же вопрос нашим депутатам, который, ну, собственно, ваша работа заключается в том, что вы с утра приходите, начинаете слушать новые, как это называется, поправки, новые законопроекты. Ваша работа, она сидячая. Или вы все время бегали, или вы все время сидите? Конечно, первое время было очень тяжело усидеть на одном месте, но, опять-таки, я нашла другую альтернативу. То есть я хожу на круглые столы, я хожу на встречи, на презентации, как-то вот двигаюсь, и все-таки же полезность для себя все равно это беру. Но, конечно, приходится сидеть на рабочих группах и на пленарных заседаниях. Ну вот вам как это дается? Чисто эмоционально. Это вот, ну, я не знаю, вот если меня посадят на придарное заседание, я вот понимаю, что эмоционально, физически, мне нужно с 9 часов утра до часу точно там кофе-брейк попить, а потом опять сидеть, опять слушать, опять слушать. Вот эмоционально как вы это, я не могу сказать терпели, да, но были какие-то психологические, эмоциональные преломления в вас? В первое время, конечно, это было очень непривычно, особенно непривычно, что от монотонности докладчика хочется спать. Вот, наверное, вот это вот единственное, что чуть-чуть вот какой-то дискомфорт. Если докладчик очень интересно говорит, то, знаете, тут и как-то избодренько сидишь, слушаешь, потому что тебе интересно, все равно что-то, будем говорить, какую-то передачу смотришь, да? От того, что долго сидишь, ну опять-таки, привычка перелетов, что по 7 часов в самолете, по 5, то есть как бы это... Ну то есть вы сейчас сами сказали, что депутат прежде всего должен быть интересным человеком. Мы вот много спорим на этот счет, когда наши гости говорят, что мы профессионалы, мы не шоумены, и тут же вы говорите, но вот когда докладчик скучный как-то, и законопроект как-то не двигается, а вот как вы готовитесь к докладу? Презентация такого проекта была, это у нас в парламенте мы такой проект делали, Барсиада, это детские школьные соревнования, которые вот сейчас разрабатываются, и все-таки же хотим попробовать запустить, чтобы это было по всему Казахстану, вот, знаете, как паукина спортивная. То есть это была ваша презентация? То есть эту презентацию делала я, подготавливали мы ее вместе с депутатом Балиевой. Готовились к выступлению, чтобы вот люди смотрели? Ну, понятное дело, что депутаты, мужчины будут смотреть на Ольгу Шишики, но особенно если она придет в красном... Встречевом платье. Да, в стречевом платье, в красном пиджаке, на высоких шпильках. Это же такие женские хитрости, вы, то есть вы используете, когда вот, если вы знаете, что завтра вам выступать с докладом, что одесса-то лучше будет в стречевом платье, тогда внимания-то будет больше. Нет, опять-таки, начинаешь подбирать, чтобы тебе, в первую очередь, было комфортно стоять, двигаться. То есть вы идете в фигуричном костюме? Да. Но вы для того, чтобы привлечь внимание, вот красный пиджак не можете надеть? Нет. Намеренно? Не намерен. Ну, как бы, да, намеренно, что я его не одену, потому что, ну, опять-таки, где-то теряешься, где-то сбиваешься. Я бы использовала. Где-то какая-то запинка сбился, вот, и вот, вот как-то и так на тебя внимание, тут еще, что у тебя с речью может, да, может быть какие-то провалы, и ты просто-напросто, ну, как-то скажешь, ну, вот, вышла себя показать, а не говорить по делу, по толку, там еще и с запинками. То есть я себе такого не позволяю. Оль, вы, как никто другой в нашей стране, точно знают изнутри, каково там наше состояние спорта, да, каковы наши возможности, скажем, подрастающего поколения. Имеют ли они вот такие вот шикарные условия, которых, например, занимались вы, чтобы принести нашей стране золотую медаль олимпийскую? Ну, будем говорить, что о шикарных сооружениях, когда я начала заниматься, когда, подходя еще к олимпиаде, на к Пикусу, у нас вообще таких возможностей не было, как сейчас у нашего нынешнего поколения. То есть они улучшились? То есть, конечно, идет улучшение. Когда мы ездили, даже за границей, не было таких спортивных объектов еще. На сегодняшний момент наши выезжают, они намного в лучших спортивных объектах выступают, занимаются, тренируются. Это есть в каждом городе Казахстана? Это есть только за рубежом. А, вот. Почему? У нас, конечно, это большая проблема, то, что у нас в Казахстане именно нету спортивных баз. О чем мы говорим постоянно, спортсмены дают этот зов, что нам нужны спортивные объекты, причем доступные спортивные объекты. Тогда у нас будет детский спорт, у нас не будет легионеров. И намного больше мы сможем закрывать спортивных программ в различных видах спорта. То есть, государство выделяет деньги для талантливого спортсмена, для того, чтобы он занимался только за границей, потому что у нас нет базы, да? Ну, в основном уезжают заниматься за границей. Ольга, у нас в Умасе есть Академия спорта и туризма. Мне интересно, кто там учится и кем они становятся потом? Вы тоже закончили эту Академию? Да, я тоже закончила. Становились олимпийскими чемпионами, единицы. На сегодняшний момент очень мало студентов, которые заканчивают Академию туризма и спорта, и идут именно по своему диплому в тренингскую работу. Ольга, ну давайте признаемся, что в физкультурный институт на самом деле идут те, кто не поступил, например, в КАЗГУ. Нет, так было всегда или так стало? Так было всегда, мне кажется. Нет, так стало. Мне кажется, было всегда. Нет, в тот момент, когда я поступала в физкультурный институт, на тот момент он еще был, у нас было 11 человек на одно место. У нас был очень большой конкурс. Ну то есть сейчас в школах работают тренера, которые хотели стать историками, но поступили в физкультурный институт, и они вот по воле судьбы. Ну и судя по новостям, физкультурниками сегодня становятся и люди судимостью. Да, вот сколько было случаев, когда выяснилось, что учитель физкультуры ранее судим за изнасилование, например. Ну это опять-таки же вина идет, наверное, директоров школ, которые не проверяют диплом, не берут справки о судимости. А почему у нас такое плачевное состояние со спортом, вот физкультура, то есть действительно никто, на самом деле Боян права, все очень просто, да, все начинать можно со школы, вот с этого спортивного зала, со спортзала. То есть это ведь можно прививать любовь к спорту, вот именно вот с первого класса. Я считаю, что любовь к спорту надо прививать еще с детского сада. А как? Вот смотрите, на сегодняшний момент у нас в детском садике практически опять-таки же нету для деток физкультуры. Если есть, то это не физкультура, это просто идут игры. Поставили эти корзины там с шариками, с кубиками. И пусть дети сами играются. Какая-то небольшая такая полоса препятствий сделана из поролона и все на этом. Но это проблема образования, наверное, даже не спорта. Это где этот вопрос нужно решать? Это все-таки, нет, это проблема образования, потому что физкультура относится к образованию. Но вы пробовали что-то изменить? Вот вы два года уже в парламенте. Что именно изменила в спортивной жизни Казахстана олимпийская чемпионка, депутат Мужелиса парламента Ольга Шишигин? Сердце-то, наверное, болит у вас за это все. Сердце очень сильно болит. Единственное, что, конечно, чуть-чуть мы подправили закон о спорте. Непосредственно это касается профессионального деятельности спортсмена. А что, это вы увеличили зарплату спортсменам или что? Как именно вы подправили? Там мы чуть-чуть сделали ужесточение исполнительным органам и более приоритетные части сделали для тренеров и спортсменов. И, наверное, самое главное у нас никогда не было по статусу параолимпийцы, никогда не приравнились к олимпийцам. То есть они, опять-таки, это узаконено, что они теперь, выступая на Олимпийских играх, наравне с олимпийцами, будут получать такие же денежные вознаграждения. Также по статусу квартиру. То есть это вот с 2015 года он зашел уже в силу. Но скажите, для того, чтобы хорошо жить, достойно жить спортсмену, нужно, значит, иметь олимпийскую медаль и все, что ли? А вот если не получается, но ты посвятил свою жизнь спорту, какова жизнь спортсмена? К сожалению, как правило, нас не поддерживают спортсменов, которые были на высоком ранге, их забывают. Вот посмотрите, у нас даже многие олимпийцев, которых мы забыли. Кого? Далеко ходить не надо. Взять 2000 год мой, Ислам Байрамуков, о нем ничего не слышно, никто не знает. Вот. Булат Жумадилов тоже пропал. Да, он в области спорта сейчас работает, но как он работает, как ему помогают, поддерживают, ничего же это не слышно, не видно. То есть опять-таки, что вот... А почему вы на волне, а вот Булат Жумадилов не на волне? Как так получилось? Ну это, наверное, все-таки же зависит от своего состояния, что не надо прятаться от прессы, наверное, прежде всего. А идти с ними в ногу. Общаться, разговаривать, я думаю, все-таки же должен быть своего рода небольшой пиар, все-таки же для себя, как для олимпийского чемпиона. По крайней мере, чтобы тебя не забывали. Когда вы закончили свою спортивную карьеру, у вас был какой-то период такой, да? Вы не совсем понимали, куда идти, тренером работать или в политику, например. Мне интересно, вам сделали предложение идти в политику? Или это был ваш такой внутренний посыл, ваше желание? Вы сказали, да, я олимпийская чемпионка, а почему бы мне не пойти в политику? С 2000 года я состою в партии Нуратан. Ездила, конечно, по программе партии, на встречи, на съезды, на слеты. И в парламенте я все-таки же пошла по партийной линии. Но это было ваше решение? Или вам предложили? Как вы себя нашли? Ведь очень много таких сломленных судеб, именно спортсменов, артистов, когда они заканчивают свою карьеру, и они просто не выдерживают своей ненадобности, своей невостребованности. А вот у вас такая достаточно счастливая карьера. Это спортсмен, а вот теперь депутат. Немногим так везет. Это умение дружить с нужными людьми? Это умение быть коммуникабельным, чтобы в нужный момент оказаться в нужном месте? Или, как вы сказали, не прятаться? Как получилось так у вас? Ну, наверное, от того, что я не пряталась. Я была постоянно на виду. То, что открыто, доступно, это, наверное, всеобщее признание идет. И здесь, наверное, все-таки воля характера должна быть. Она присутствует, должна у каждого. Если человек сломался, значит, у него нет воли в характере, значит, он еще не достиг той своей пиковой планки, на которую он мог себя просто поломать. То есть это, значит, человек ходил по соломочке. Ну, у нас вообще олимпийских чемпионов чтят, потому что вот вы получили свое золото 15 лет назад. И до сих пор Ольга Шишигина, все знают четко, что это олимпийская чемпионка. То есть вы на этой волне успеха, да, уже 15 лет. Пока ты спортсмен, ты ничего не получаешь, ты мало зарабатываешь. Но как только ты становишься олимпийским чемпионом, ты сразу получаешь. Ваше время 100 тысяч долларов, да? Сейчас сколько? 250. Сейчас 250 тысяч долларов, тебе сразу же дарят джип, тебе дарят машину. То есть ты получаешь все. Все или ничего, да? Ты получаешь все, и на этом про тебя опять забыли. А, сразу забыли. Ну, не сразу, но это разовая, будем говорить, такая материальность. Если ты в следующей олимпиаде плохо выступил, ничего не завоевал, то у тебя больше ничего нет. Оля, ну а как же великие слова американского президента, не спрашивая, что страна сделала для тебя, а скажи, что ты сделала для своей страны. Вот вы говорите о том, что вы и так уже получили 250 тысяч долларов, вы получаете машину, вы получаете квартиру. Разве это не прекрасный старт развивать самого себя дальше? А вы сейчас говорите, что вот нас, спортсменов, олимпийских чемпионов забывают. Разве это не шикарный подарок от государства? Кстати, чего не имеют артисты, артисты, которые привозят медали, ему не дают ни квартир, ни денег, ничего. Я тоже хотела как-то поговорить на эту тему с кем-нибудь, но в следующий раз. Конечно, это правильные слова, но ты намного больше же выкладываешься, будем говорить, физически. Как я говорю, изнашиваешь свой организм утомленными тренировками. И как-то вот обидно, что когда ты для страны сделал, ты, да, на высоте. Но только вот у нас спортсмены, которые оступились, про них забывают, они сразу не нужны, не нужны своей стране, своему государству. Мы говорим об этом. Вот это вот обидно, жалко. А что может государство сделать? Выплачивать хорошую пенсию бывшему? Или предложить достойную работу? Или предложить достойную работу? Я думаю, что все-таки это, конечно, трудоустройство. Потому что спортсмен, когда он заканчивал спортивную карьеру... Ему некуда идти? Он начинает теряться в пространстве и времени. То есть там идет определенный ритм, темп, задачи. И когда он ушел вот с этого, знаете, круга сошел, получилось, что он попал в бездну темноты, тишины. Нет вот этой активности. И он не знает куда, как себя направить, вот свою вот эту энергию. Ну то есть вы сейчас о себе рассказываете, потому что вы уже были в этом состоянии. Да, я уже была в этом состоянии. А как пришло то осознание того, что вот вы спите, вам плохо, да, вы ложитесь спать, опять плохо. Куда мне себя девать? Я такая еще молодая, такая сильная, такая энергичная. Что же мне делать? И вы сказали, что это воля характера. Ну, в этом меня очень сильно поддержало общество «Динамо». Так как я военнослужащая, я все-таки осталась при «Динамо» в спортивном клубе, где вот в спортивном клубе-то я и, в принципе, вот свою активность вот этого спорта и проявляла дальше. Ольга, вот вы стали депутатом в 2013 году, да? До этого чем вы занимались? Очень тяжело было найти себя, то есть... Я даже сейчас вспомнила, как мы с вами в 2002 году учились в школе-студии телевидения при Хабаре, и тогда вас, я помню, телевизионщики готовили к ток-шоу. То есть ток-шоу, эта программа выходила всего где-то с полгода, она называлась «Мир спорта». То есть вы вели все-таки? Все-таки мы ее вели. Был хороший собранный материал. Из-за финансирования, к сожалению, эта программа закрылась. После этого другим тренерам, другим видам спорта помогало поднимать ОФП, то есть это физическую подготовку. То есть вы искали себя, вот не знали, то ли телевидение, то ли тренерство. А вот до, скажем, того, как вас пригласили сюда в Астану, вот до этого времени чем вы занимались? Ничего. Как вы жили, на что вы жили? Будем говорить, нет, я опять-таки сейчас была при клубе. То есть зарплату получали? Зарплату получала, я была при клубе. Вот я знаю, что Ольга хорошая мама. Хорошая хозяйка, я была у нее дома. Да что ты! Да, очень давно, в 2000 году мы снимали передачу, и я пришла к ней домой, я увидела невероятную стену ее наград. Это невероятная стена, например, она размером вот как вот. И там вот просто ничего не надо, ни мебели, ни хрусталя, как говорится. Да, вот у Ольги невероятное количество этих наград. И она замечательная хозяйка, воспитанный взрослый сын, тогда ему было лет, наверное, 12, и любимый муж. По-моему, он тоже из спорта, если я не ошибаюсь. Да, только у него другой вид спорта. Вы все так же вместе? Конечно. Вы все так же любите друг друга, как тогда, 15 лет назад? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. И вы сейчас в приватной нашей беседе сказали, что вы воскресная мама. Вы живете в Астане в рабочие дни, а ваша семья живет в Алма-Ате. Почему до сих пор вы не решились на такой вот, все-таки основная работа здесь? Да, основная работа здесь, но семья решила остаться в Алма-Ате, так как у всех своя работа именно в Алма-Ате, которые не хотят ее оставлять. Значит, вы не основная кормилица? Ну да. Ну как вам в Астане? То есть вы же сейчас, получается, два года уже живете одна, без семьи в Астане, в депутатской квартире. Да, в казенной квартире. В казенной квартире. Ну и как вам? Скучно. Подруги появились вот среди депутатов? Ну знаете, в наше время уже друзей-то нет, уже просто приятели, знакомые, близкие, хорошие, появляются. Есть. Ну знаете, с такой погодой, что холодно, ветерочек, лишний раз уже не захочешь, когда пришел домой, куда-то и выходить. Ольга, а почему у вас не возникало идеи открыть свою школу спортивную? Я узнаю, что Ольга Рыбакова в Усть-Каменогорске, по-моему, открыла, да? Да, ей город построил Манеж, который назвал в честь ее имени. Ваше имя тоже Брэнд? Мое имя Брэнд. То есть я уже устала говорить нашему Акиму города Алматы, что нам нужен Манеж, потому что в Алмате нету хорошего Манежа, тем более стандартного Манежа, где мы могли бы проводить еще и международные соревнования. То есть вы были готовы, да? Если будет база, то, конечно, на этой базе открывать детскую школу можно, но без базы открывать детскую школу, где все финансирование будет уходить на аренду помещения, но развития школы, я в этом не вижу развития школы. Но вам хотелось бы, потому что вы же в этом все знаете. Конечно, мне хотелось открыть именно детскую школу, именно поднимать наш детский спорт. Вот скажите, как спортсмен профессиональный, да? Вот мне интересно, потому что у меня сын растет, я думаю, что для многих родителей будет интересно, в каком возрасте детей надо приучать к спорту? Наверное, с первого годика жизни. Как один философ сказал, говорит, когда к нему обратились, когда надо воспитывать ребенка, он сказал, говорит, вы уже опоздали, он же родился. Нет, но тем не менее, потому что я помню, я провела интервью у Серика Сапиева, он уже где-то в 10 или в 11 лет пошел на бокс. То есть как-то Винокуров тоже, Александр Винокуров тоже рассказывал, что они как-то сами осознанно, когда уже в таком более сознательном возрасте. Это мы сознательно уже выбираем, именно каким видом спорта мы хотим заниматься, что нам нравится. А если мы хотим привить вот эту любовь, чтобы ребенок у нас был спортивным, значит, мы должны вот с первых шагов его, мы уже должны заниматься с ним. У нас же как, мы забываем, да, когда ребенок идет в школу, что надо с ним заниматься уже, по сути дела. Вот смотрите, маленький ребенок, мы ходим с ним на улицу, мы с ним занимаемся, там, ой, подтянись здесь, ой, прыгни здесь, пролезь там под перекладинкой. То есть это своего рода физкультура. Мы этим занимаемся. Ну, когда ребенок стал самостоятельно уже играть, мы что сделали, сели на лавочку, сидим, играть только меня не трожь. Все, на этом мы уже спортивное воспитание у ребенка забросили. И потом после этого мы хотим. А что же наши дети не хотят идти в спорт? Просто мы уже забыли, им этого не говорим. А ты вот какую-то там полосу препятствия сделай, а ты сможешь отжаться, а ты на огнись там пролезь под бревнышком, там, еще как-то. Мы же этого не говорим. То есть вот он сидит в песочнице и, слава богу, меня не трогает. Дома, чтобы меня не трогал, мы что, дали планшет, телефон, включили телевизор. Все воспитание на этом закончилось. И когда ребенок идет в школу, мы опять перестаем с ним гулять. А что с вашим соном? И мы уже вот просто-напросто потеряли связь уже с ребенком. А потом, когда переходный возраст, мы говорим, а мы же связи, нету контакта. Мы уже его потеряли сами же, добровольно-принудительно. А какова связь с вашим сыном? Он занимается спортом, он любит спорт, он не спортсмен? Он занимался спортом, был практически мастером спорта, чуть-чуть ему не хватило тела, то есть на кандидата мастера спорта. Ну, будем говорить так, как большим спортсменом. Не стал? Не стал, но спортом он занимается. До сих пор? До сих пор для себя, конечно, занимается. Ну, это ваше влияние, конечно. Нет, это его. То есть это его желание? Это его желание, понимаете? Те люди, которые занимаются профессиональным спортом, они же тянутся в спорт, они уже не могут. Мышцы этого требуют, этого просят. И поэтому, хочешь не хочешь, а ты все равно им даешь, идешь на грузку. А как ваши мышцы себя сейчас ощущают? После 15 лет? А мои мышцы каждый день требуют зарядки. То есть вы все так же в спорте, вы занимаетесь, ходите в фитнес-клуб или что-то на дому? Я делаю на дому. Ну, судя по моему статусу, мне этого достаточно. Ну, у вас отличная фигура, ноги такие прям в тонусе. Что вы делаете? Вот нам, может быть, какой-то вот пару, я не знаю, секретов, как сделать так, чтобы ноги были в тонусе? Понимаете, профессионалу, чем легко поддерживать свою форму, так как у нас уже, да, мышца сформированная. Причем у нас самая большая память, это мышечная память. То есть достаточно, будем говорить, чуть-чуть дать нагрузки, мышца начинает работать в тонусе, она уже все вспоминает, как работать. И поэтому очень быстро подтягивается, и так же вот реактивность все остается. То есть люди, которые, конечно, не занимались профессионально спортом, чтобы заставить вот мышцу, ну, будем говорить, держаться в таком статусе, как у меня, конечно, это очень долго-долго-долго надо над собой работать. Ольга, а вы говорите о своем возрасте? Вообще-то стесняюсь. Просто вы отлично выглядите, но я думаю, что вам еще нет сорока. Ну, приятно это, конечно, слышать. Спасибо за комплименты. Ольга, я вот в последний раз видела вас, повторюсь, 15 лет назад. И я вот вас, знаете, что заметила? Вы стали несколько пессимистичнее. Какое-то спокойствие появилось. Вы говорите о том, что как-то все не очень. Вот я сейчас какие-то волды такие именно от вас ощущаю. Вы уже, знаете, тогда вы были такой зажигалочкой. В чем такое разочарование? Я вот просто его чувствую. Я думаю, это не разочарование, это все-таки, знаете, что случилось? Статус депутатства, да, вот это случилось, что ты должен быть сдержанным, уравновешенным, следить за своей речью, эмоциями и прочее. Вот это, конечно, меня вот, наверное, и задавливает. Вот тот мою искру, вот эта вот резкость, резвость, вот это вот, скорее всего, обязанность. А это вы стоите? Ну, это же не вечно. То есть вы вернетесь в то свое состояние? То есть сейчас, ну, грубо говоря, вы надели маску, маску депутата. Ну, где-то есть такая правда. Ольга, а почему вы решили, что депутат должен быть таким? Вот в моем представлении, да, мне кажется, депутат, он может быть как раз-таки вот яркой, харизматичной, интересной личностью и быть вот таким. Или же вот у нас так в нашей стране сложилось, что если ты хочешь быть там, то будь добр, будь вот вместе со всеми, как все. Ну, где-то это чуть-чуть и есть такой склад о нашем депутатстве. И, наверное, это очень сильно меня подвинуло, когда только я пришла, у меня сразу начали спрашивать, брать интервью, и было несколько таких вот, будем говорить, слов-паразитов, где после этого мне сказали, о, тоже мне депутат, слова-паразиты, правильно слова не сказала. Как вы думаете после себя, как вы начнете держать, какую одеть в маску и как следить за речью? То есть более сдержанным, да? А что, вы не обязаны говорить идеально? Вы же не диктор с телевидением, правильно? Вы спортсмен, вы уже принесли золото своей стране. Ну, то есть, когда все-таки ты в политике, ты должен говорить как-то политически грамотно. То есть это опять-таки же урок, учение, опять начинается новое переломление. То есть, когда человек начинает переломливаться, еще толком не владея, будем говорить, языком, какими-то определенными навыками, конечно, он начинает как-то вот быть сжатым, сбитым, скомканным. Вот, наверное, вот я еще вот это и нахожусь от в этом поры, потому что я еще не такой ас, вот как я была в своем деле. Ну, смотрите, это же всего лишь 4 года, да? 2 года уже прошли, впереди еще 2 года. Пока вы будете привыкать, пока вы будете избавляться слов паразита, время-то идет, пока вы будете тратить свое время на то, что как там сказать, что говорить, может быть, как бы плюнуть на все это, да и пусть там что угодно говорят. Нет, одно другому не мешает. То есть то, что я в области спорта, да, я там... Номер один, да. Да, я сама, это разговор, это легко и просто. Но то, что идет, вот будем говорить, законопроекты, там уже, конечно, намного сложнее. Скажите, а кого из женщин вы могли бы отметить в этой области? Кто умеет красиво говорить, раз уж это так важно в парламенте? И поговорим вообще о женском составе в парламенте. Кто эти женщины, кто ваши коллеги? Это, конечно, мне очень нравится Балиева. Когда она начинает говорить, то есть она настолько вот подкована законами, и говорит она так вот спокойно, плавно, равномерно, что вот ее вот хочется слушать, и начинаешь просто вслушиваться, что она говорит. Очень хорошо говорит у нас Иксанова, тоже спокойно, мягко, мелодично. Кто действительно эффективно работает среди женщин-депутатов? Вы знаете, наверное, все работают эффективно, потому что каждый в своей сфере идет. Балиева, вот она больше работает, например, с паралимпийцами. То есть вот для инвалидов с паралимпийцами она вот по этой программе, вот она борется, добивается, чтобы вот сейчас у нас были подходы для людей с ограниченными возможностями. То есть она сейчас вот все пробивает для них, чтобы доступность в их сфере была. То есть вот это вот она на себя взяла. Иксанова вот она в сфере, будем говорить, больше идет как образование. Она вот там идет. А от спорта у нас вы одна? От спорта я одна. На весь Казахстан? Да. Нет, подождите, там же Тимирханду с Мухамбетом вы говорили. Ну да. К нему уже обращаешься в последний момент, когда уже тебе вот так вот все зарубили, то уже в крики такой, ааа, что делать, давайте, помогите. Вот он начинает уже подключаться. А были какие-то уже эмоциональные? Как идет, он же в основном работает по Олимпийском комитете. То есть это сейчас вот работа именно вот на нем лежит, что он вот выдвигает Казахстан, он борется, воюет, отвоевывает то право, чтобы все-таки же дали нам. Тем более, если Олимпиада будет у нас, очень многие хотят посмотреть, узнать, что такое Казахстан. Все знают нашего президента, все им восхищаются, что он делает вот именно для мира дружбы, чтобы объединить всех, сколько объединил уже стран. И все хотят посмотреть, что же это за страна. А это будет лишний повод опять приехать к нам в страну и посмотреть. А вы знаете, когда один раз в страну съездил, посмотрел, тебе она понравилась, ты уже начинаешь постоянно ездить и ее рекламировать. Так ведь? Как у нас туризм происходит? Сегодня спортсмены сколько получают? Казахстанские. Тренер, скажем. Ну, если начинающий тренер на зарплате без ставки, то это у него идет где-то в районе 36 тысяч. 36 тысяч? Это тренер получает? Да, детский тренер. Детский тренер. А спортсмен, например, боксер начинающий или, я не знаю, там, например, боксер, который хочет стать завтра Сериком Сапиевым, да? Вот он сколько в среднем зарабатывает? Вот пока он не попадет в национальную сборную, он ничего не будет получать. Вообще? Вообще. А попадет в национальную сборную сколько? Если попадет в национальную сборную на сегодняшний момент, если на сегодняшний момент наша национальная сборная идет питание, по-моему, то ли 2 900, то ли 1 900, то ли 1 800. Что такое национальное питание? Атлет едет на соревнования, на сборы, ему дают, выделяют деньги на питание, да? Ну, то есть на сегодняшний момент, грубо говоря, 2 тысячи тенге. Он получает на питание? В сутки на питание спортсмен должен выжать. А кроме этого питания ему что-нибудь платят или только на питание дают? Это вот питание идет. 2 тысячи. И оплачивают проживание в гостиницу, это уже из госбюджетов. Если сидеть на зарплате, то зарплата, по-моему, на сегодняшний момент, по-моему, 56 тысячи спортсмена. Слушайте, ну как, вот спортсмен 56 тысяч тенге получает, да, у нас в стране. Тренер получает, детский тренер 36 тысяч тенге. Вы говорите, нам нужна олимпиада? Так нам надо поднимать спорт. Если у нас не будет вот этого статуса, нет, престижа статуса, мы никогда тогда не сможем поднять тренера, как это будем говорить в других странах. У них там тренер... Они тоже так делали? Это тренер, у них идет статус. Преподаватель, тренер, врач, это самый высший статус идет рейтингом. А у нас идет, что у нас любая другая профессия выше рейтингом, чем вот это идет преподаватель. Слушайте, ну, мне кажется, стимула попасть в дорогой фитнес-клуб больше, чем попасть в национальную сборную, получается, у спортсмена. Но поэтому у нас тренеров и нету. Это же ужасно. Ну, будем говорить, тренера, которые фанаты своего дела, они все равно остаются тренерами, просто они ищут дополнительную работу. Если тренер с головой окунется в спорт, он же должен, помимо того, что он провел тренировку, он же должен еще писать планы, анализировать своего ученика, как его подкорректировать, как где его поднатаскать на чем-то. То есть он должен вот просидеть, просчитать. То есть у тренера на это времени не остается, так как он идет просто и на второй, на третьей работе дополнительно зарабатывает. Поэтому у нас тренера, будем говорить, они живут, выживают и остаются в этой. У них есть на что содержать семью. Молодежь, конечно, парень только после института, на 30 тысяч, он, конечно, не будет, не выживет. Потому что надо и коммунальные, и одеться, и еще как-то куда-то сходить, где-то девушку пригласить. Оля, а вообще это же можно решить? Вот вы сейчас на самой верхушке власти, вы депутат парламента, и как раз там решаются... Это все решается бюджет, это решает правительство, правительственный бюджет. То есть там, где бюджет, мы не можем туда залазить, депутаты. Это не мы его формируем, бюджет. Вы же пишете законы. Законы мы пишем, но от этого нам же зарплаты-то не повышают. Мы просто облегчаем жизнь. Нет, вы же можете в законопроекте прописать, что тренеры должны получать столько-то? Что им нужно увеличивать зарплату? Если то, что вписано в законе, пока его в следующий раз не внесут на изменение закона, то есть эта же цифра такая останется. А поправки? Вот паралимпийцам смогли же их приравнять к олимпийцам? Так это сейчас занесли новый закон, поэтому в этом законе они и вошли. А когда этот закон, последний раз этот закон рассматривали? В 2002 году, по-моему. И все, кто к нам приходит, все депутаты, мы начинаем говорить про инвалидов, сейчас мы говорим про тренеров, все говорят о том, что это сложно. Ну почему же так сложно? Можно же все упростить и как-то решить, и работать во благо этих людей. Да вот мы работаем во благо, только в некоторых моментах мы... Бессильны? Бессильны. Ну если депутаты наши бессильны, что уж говорить о тренерах, которые вообще, как бы, можно сказать, на голом энтузиазме работают? Мне кажется, во многом судьба успешного спортсмена зависит от его тренера. Он как продюсер в шоу-бизнесе, артист-продюсер, спортсмен-тренер. Хороший тренер, хороший спортсмен. Это правда? Ну, наверное, да. Но опять-таки, если у тебя есть талант, стремление, то, конечно, ты будешь хорошим. Если ты ленивый, не хочешь ничего делать, то здесь и хороший тренер тебе ничего не поможет. Ну а если тандем, вот у вас был такой тандем, кто вас сделал, ну помимо вас самой, олимпийской чемпионкой? Ну, это, наверное, последние мои тренера, Никитинки семья, Владимира Ивановича и Любовь Ивановна. Вы сейчас общаетесь с ними? Конечно. Вы благодарите их до сегодняшнего дня? Конечно, благодарю. Просто на следующий момент уже Владимира Ивановича у нас нету с нами. Но Любовь Ивановна с нами, с которой мы ее поддерживаем. Вы получили медаль в 2000 году, и Рыбакова получает олимпийскую награду в 2013 году, да, если я не ошибаюсь? В 2012 году. В 2012 году. То есть разлет 12 лет. За 12 лет Казахстан взрастил всего двух олимпийских чемпионок в легкой атлетике. И, скорее всего, она занималась тоже за границей. Да? Мне просто интересно. Как часто появляются новые чемпионы в легкой атлетике? Да, и вообще это много или мало? За 12 лет в легкой атлетике всего две олимпийские чемпионки. Конечно, этого мало. Но, будем говорить, для легкой атлетики это, опять-таки, не мало. Так как у нас очень большая конкурентность. Тем более это в бегах. Очень тяжело бороться с нашими зарубежными братьями. Почему у нас так получилось? Что у нас очень много стало легионеров. И один период у нас как бы не было вообще медалей. Вот этот период перестройки. Как раз вот мы упустили вот эти 5-6 лет спорта. Где не могли пока определиться, кто как будет получать, кто где тренироваться, на чем тренироваться, на каких спортивных объектах. И мы вот эту молодежь потеряли от этих спортсменов. А знаете, за 5 лет, то есть, когда у нас уже идет такая вот полоса, пробел, их чем-то наполнять надо. Вот как раз вот этот их возраст, вот он подошел на следующий момент, вот, ну, будем говорить, к нашим легионерам. Что у нас сейчас очень много легионеров, что вот эту нишу мы закрыли сейчас легионерами. Но, вот посмотрите, у нас следующая эта ниша растет уже. Своих? Наши, наша плеяду, которую мы воспитываем, своих доморощенных. Ольга, видите, вы тоже могли за это время, вот за 15 лет, вырастить нового олимпийского чемпиона в легкой атлетике? Если бы взялись за одного человека? Я бы взялась с удовольствием, если была бы у нас в стране база. У нас дети сейчас на самом деле такие вот боятся всего. Это очень тяжело на сегодняшний момент такого ребенка, который не боится. Если он найдет, то есть, опять-таки, что ты смотришь, какая у него, ну, будем говорить, мышечное волокно, да? Это тоже немаловажно для спринтера. Если есть такой талантливый человек, вот если есть такой талантливый ребенок... Ну, технически я, конечно, поставлю. Можете. И вы можете привезти олимпийское золото? Могу технически поставить, да. Ну, почему, Ольга, вам этим не заняться? Просто вот смотрите, будем говорить, пока ты занимаешься, там вот, пыхчишь, да, тебя никто не видит, не знает ничего. Только ты восходящая звезда, ты сделал, вот, расцвел, выстрелил, все на тебя обратили внимание, да, в тебя начинают вкладки, это же финансирование. В общем, нет пророка в своем отечестве. А чтобы вот ты вот дошел до этого, как себя финансировать, если было бы финансировано именно вот в детский спорт, чтобы в детей вот мы могли проинвестировать, как сейчас это принято говорить, в него вложить, то мы бы быстрее нашли бы вот этот результат, увидели бы, как он расцвел, как он выстрелил, какие медали. Я очень-очень хочу, чтобы Ольга Шишигина все-таки, ну, перевернула мир спорта только в лучшую сторону, и чтобы мы гордились не каждые 12 лет, а каждые 4 года, ну, то есть в 3 раза улучшить результат вот таким вот великими женщинами, как вы. И очень хочется, чтобы вы вот эти 2 года, которым вам осталось пребывать в парламенте, чтобы они прошли не зря. Вы смотрели Sky Studio, сегодня у нас в гостях была Ольга Шишигина, и с вами вновь были Баян Исентаева, я Динара Саджан, и мы благодарим нашего официального партнера, салон мебели «Люссо». Встретимся ровно через неделю, как обычно, не скучайте, всего доброго. Компания «Люссо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей «Сичес», «Капеллини», «Тосканова», сделанная вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.